Программатика уже есть, у меня в самом деле, вкратце уже ориентировано. На самом деле, восстановление, ну, более, я люблю Черногорск, и проект, в самом деле, подключение города Черногорск к мощности Баканских Украинцев, давайте на нем более подробно остановимся. У нас уже более 15 лет, в отличие от финансово-экономическое состояние, генерирующие компании города. Это Кокасский ТЭК, это на сегодняшний момент идеалный электропрепановый ресурс, и до этого разных аэпостасях для этих компаний, в основном, в основном, в основном, в основном, в городе, в Старый Городке, называемый Рейн-Тест. Значит, их лихорадит это, по большому счету, в текущем отопительном, один пример, в текущем отопительном сезоне, эти две компании, это ведет поселок и старый город, дочерняя структура СГК, фактически, поставляла только по договору. Но одна из двух компаний уже признала контролем, это Илья Анатольго, который есть с едином конкурсом производства, в том числе и то, что был Илья Анатольевич, социальная составляющая. Помимо этого, Илья Анатольевич, ТЭК, всего подсиния, после домковской сибирской, даже уже не помню, ряд компаний были, птицепаблики, уже два текущих сезона, Илья Анатольевич, ТЭК, идет теплооснабжение кассивной убытки, по приблизительным подсчетам, подходит уже 50 лет. Что касается Черногорского, компания, как я уже сказал, Манкрот, вторая компания тоже перед Манкротным состоянием, как в городе Москва закрептирована, там процедуры были в Индии, в Индии, в Индии, в Индии, в Индии, в Индии. Но ситуация такая продолжается, это более 15 лет. С Манкротства первого предприятия, но вспомните историю серединулевых предприятий муниципальных. Оно имяло и котельные, и сетевые конкурсы, до исключения котельных. Все эти 15 лет в разных препарстасиях появляются предприятия, последние два года больше одного сезона работы, со всеми выпекающими последствиями. Следующий ответ на сезон по оценке Советского министерства, он будет еще сложнее, чем предыдущий, потому что компании не имеют оборотных средств, и согласиться для СКК опять помогать, еще большой вопрос, в состоянии сетей. Город не может себе позволить масштабные вложения по сетям инфраструктуры. Республика субсидирует, то есть финансовую помощь оказывает в этом плане, но тоже наши возможности ограничены по несколько миллионов рублей. Блоки не богат, на десятки километров тепловых сетей города, это как данное состояние сетей крайне изношено. Ну, это вот, что касается Черногорск, да, в этом контексте. Еще один вопрос, точнее, это такая неприятная проблема в этом прошлом месяце ИХАКТЭК, крупное предприятие, которое более, словно говоря, 15 лет, атака у нас на улице города, признан банкротом. Значит, там сейчас идут следы разбирательства, идут организационные процедуры, создали новое предприятие, постановление батарейков, по переводу коллективов, то есть мы, в принципе, увидим, что ИХАКТЭК салихорадим. Таким образом, эта крупная компания войдет в следующий отопительный сезон, тоже большой вопрос, потому что угородных средств нет, а собственные, непонятно, или нет, обеспечивает новую компанию, в большинстве случаев, не в аренду, как было ранее, отводит имущество нового эксплуатания, нового эксплуатания. То есть, организируем тяжелых пророк, это ремонтная компания. Вот ситуация может быть. Черный и красный. А она такая, спасибо. Спасибо большое.